это вместо новостей шоу в котором комики обсуждают самые актуальные события красноярского края мы не смотрим телек мы зависаем в интернете всем привет ребят вам тоже привет рад вас видеть вы как всегда выглядите замечательно свежи бодры вы где были последние несколько дней что так хорошо выглядеть в интернете и правильно потому что там огромное количество новостей давай сразу к ним вачинский вышел на охоту пинать или женщин то есть мужчина выходит на улицу не избивает не насилует а мог бы берет и пинает женщин просто пинает пинает но уже и толкает фотографии этого человека я вышел на охоту то есть это сезон женщин попинать можно он готовился к этому то есть он ногу там начищал лицензию получил кроссовки купил новые не скользкие а как это происходит я вообще просто срастить не могу он из-за угла идет женщина девушка он наверное идет с ней втирается в доверие она уже поверила ему а он вот ну можно давать я вас до дому проведу помогу донести сумки там да мне кажется он просто как в доверие там он втирается потом такой идет да так какого-то а это что там такое блестит где он ну как у него буква п п п п п п супергероя формулировка очень смешная вачинский вновь вышел на охоту пинать или женщин то есть типа вачинский теперь комендантский час, то есть в 6 часов звонит колокол Малачинск, звонит колокол, все убегают по домам. Нет, только женщина убегает. Женщина убегает, и все, и ходит вот этот мужик один, ищет их. На МТВ, помнишь там типа про Чикатило передачи, про этих? Леонид Каневский, да? Да, да, да. Ну что это был? Как там? Осень. Октябрь. Да, у него сейчас стопудовость, сейчас Собчак возьмет интервью у него, и купит ему красивые макосины. И она у Сене вот так стоит, потому что ну нельзя отходить, потому что мало ли. Самое главное, чтобы его, конечно, нашли, наказали, так делать нехорошо, как бы это если. Наверное, вернуть тех женщин. И чтобы они ему, ну, в ответочку сделали. Капулаком. Красноярец без причины сжег чужой Форд. Но, наверное, причина все-таки была, но нам не рассказали о ней. Мужчина облил жидкостью припаркованный автомобиль и поджег его. Как утверждает задержанный, причина... Скорее всего, это вторая часть Форд против Феррари. Да, не наша версия. Вот интересно, он же на парковке этот Форд нашел, то есть у него был выбор какой-то между машин. Каен. Не потянул. Вас, ну, вас, может, мой, не знаю. Фокус. Вот такой фокус. Вот такой фокус. Ну-ка, сгорел. Ну, не получился фокус. Ладно, на Таврии попробую. Причем, да, он же мог выбрать автомобиль явно подешевле. 510 тысяч рублей сумма морального ущерба. Он же мог выбрать там помойку поджечь. Это скотчно. Да, не то. Это позавчера было. Мне кажется, это какой-то, ну, отдельный чат есть, где там пинать или женщин собирается, беспричинно поджигающий человек. Они вот все где-то в Вайбере, видимо, существуют. Мне кажется, он в магазине просто рожек покупал и говорит, что, нормальный? Ну, пойдем проверим, ну, пойдем. Тут до ближайшей парковки вот подожгли. Скорее всего, мне кажется, что этот мужчина просто борется с восстанием машин просто заранее. Он такой, Форд, потом другие машины. У него, скорее всего, и стиралка сожжена нафиг. Ну, он против машин, да. Да, против машин воюет. А началось все с миксера. Ну, опять же, да, вот мы уже накидываем причины, а причины не было. Да, то есть, вот, а как это нет? Ну, то есть, ты такой, ха-ха-ха-ха-ха. Не знаю. Ну, да. Все. А вы вообще делали что-нибудь без причины? Да. Ну, один раз в детстве мы с другим... Подожгли Форд. Не Форд. Мы подожгли другую машину. Так. А срок действия преступлений какой? Прошел уже, нет? Да, да, да. Можешь говорить? Все нормально, да. Стояла комби в машине. Мы не знаем, почему она нам помешала. Не знаю. Может, он так загрязнением... Мы были молоды. Это было позавчера. Это было субботы. Ну, тут я не знаю, что на него нашло. Это... Какая мотивация непонятная. Я не знаю, да. Взрослая новость. Депутата уволили после того, как он... Как она, вернее, стала сторожем на подработке. А зачем это все? То есть... Получается, ей нельзя работать? Ну, если она депутат. А, вот если она депутат. Ну, так она же сторожем работает. Там все... Так она же депутат. Беги! Не, ребят, это стыдно для нашего депутатского комьюнити. Давайте-ка ее это... Комьюнити. Пусть дальше сторожит. Она... Это ее ход. Она хочет узнать, кто ворует. Подработка... Устроилась сторожем. И вот сейчас сидит, как в операции, вот этот... С ружьем ходит вокруг. И в один из дней она кого-нибудь увидит со своей дневной работой. Но это же удивительно. Человек сам перестал быть депутатом. Это как? Ну... Может, она там и депутата такой был, что зарплата сторожа повыше чуть-чуть. Она такой там... Вот интересно, что она, получается, работает сторожем и депутат. То есть днем она обычно депутат, а ночью она становится... Она вообще спала? Она не спит. Она вообще не спит. Она Хана Монтана. Хана Монтана. Хана Монтана. Хана Монтана. Хана Монтана. Хана Монтана. Я от каждой беру то, что мне понравилось. А у нее там что-то до 1 апреля, да, у нее? Так может, это прикол. Ну вот именно. Что 1 апреля. Да ладно, мы прикалы лишили депутатского мандата. Ну да. Ее лишили депутатского мандата. А представляете, если ее еще и со сторожем выгнали, типа, ты что, депутат? Ну-ка, уходи отсюда. И все, человек без работы остался. И все из-за депутатства. Пошла сожгла форт. Потому что ее до этого пнули. Ищет, ищет себя. Как бывают же такие люди, поеду на полгода в Таиланд, найду себя, прилечь и стану фотографом. Пойду посторожу и, может быть, что-то в жизни станет более понятно. Ничего не стало понятно. 117-метровое кафе на набережной Красноярска не могут снести. 117 метров? Да. Как футбольное поле. 117 метров шашлыка. Зачем сносить? Сейчас поедим, покатаемся на самокатах, по набережной заедем. Не, мне кажется, что они пока сносят одну часть, а с другой стороны другую часть достраивают. А мне кажется по-другому. Вот эта новость 24 марта. То есть 24 апреля будет 116-метровое кафе у Ричвокзала, пока не сносят. И они так по метру будут. Отвоевывать. Отвоевывать. Война целая. Давай метр. Потом 29 августа. 127-метровое кафе, пока не сносят. Приросло. У нас отпуск был. Мы что могли сделать? А что за гигантизм у владельца? То есть нельзя, да? Меньше чем 100 метров даже не рассматривает. Они, скорее всего, это в период коронавируса просто такое огромное кафе построили, потому что нужно 3 метра между столиками. Социальная дистанция между столиками. Он подрядчику просто сказал, типа, стройте кафе 30 метров. Ну, плюс-минус. Не, немного. Сами. Вот деньги на них стройте. Да. А как выглядит официант? У него ноги жестко накаченные. Он устает всегда. Уже мозоли он пока. Так, у тебя 975-й столик. Он такой, Усейн болт, не слышал. Там, когда на последний столик официант идет, с ним прощается. Потому что он сразу, типа, донесет еду и домой пойдет. Потому что вечер уже придет. Почему до этого не было новостей, в 117-метровом кафе потерялся мальчик? Потому что там и родители потерялись. Они не знают, как сообщить. Пропали люди. Там папа потерялся на три дня. Просто уехал туда. По-по-по-по. Пригибging, как там женщина как поет очень громко. А эта песня звучит ... Ручку поднимите. Берите локоть. 17-го столика. С этого кафе пошел стереотип про летние кафешки, типа, дорогие друзья. Чтобы эхо-волна отразилась и обратно долетела до тебя. И она кричит, я вас не слышу, а ее реально не слышит никто. А можешь вот это вино отнести? А, не успел. Взрослая уже же по себе. Пока я объяснял, она уже просто старая. Издалека вроде понравилось, подошел поближе. А, нет, вы сразу нет. Красноярка завела 169 животных в квартире. Жительница нашего города подобрала на улицу 120 кошек. Поселила их в своей городской квартире площадью всего 29 квадратных метров. Милосердие? Не думаю. А, это дальше. Милосердие затронуло и 66 собак. Для них она арендовала участок и построила на нем вольер. Ну, она, в принципе, так-то, по сути, верно, нормально живет. Да, но 120 кошек в квартире, это как? Это ж как часто ее бросали. 120 кошек. Мне там смешно, когда она после отпуска возвращается. Ну, знаешь, ой, соскучилась со своим, там, маркиз, барсик, там, кто там, рыжик, хромой. У нее птички закончились, маркиз, барсик, рыжик. Да, да, да. Она заходит, там, и, заходит, там, маркиз, там, наступила сразу. Вот вы мои, ну, иди к хозяю. Да ё-па, вы что устроили-то конек? Надо было хотя бы фортить, но вы ее там, ну, так. У меня даже, когда у нее собаки было. Вы что, не проветривали? Вы что, не курите еще? А женщин зачем привели? Мне кажется, эта женщина просто очень скромная и безотказная. К ней приходили в дом коты. Можно мы тут придем? Еще пять котиков придет. Она такая, ну, да, конечно. Потом, ну, еще наши друзья, ну, проходите. Ну, и наша еще семья. Ну, да, всем хватит. Думаешь, она прям диалоги с ними ведет. Ну, слушай, а как не разговаривать, 120? А прикиньте, если она напивается, сколько у нее собеседников получается? 120 кошек и все шесть собак. Ну, а прикиньте, как ей не напиваться, вот, когда 120 кошек... Ну, а она, прикиньте, вообще лазит, спокойно. А что у них в марте творится? В квартиру зайти не может, она как гранату с балерианку так кидает, чтобы они там... Прикиньте, там кто-то из котов в угол нагадил, и она, наверное, год решает, кто это сделает. Да, да, да. На смену. Ты! А ты! Каждого. Собака попала. Да я тут вообще-то в балкон шел вообще-то... Небольшая пауза ожидает впереди. И, конечно же, шоу «Вместо новостей» продолжится. Это шоу «Вместо новостей». И сегодня мы, как всегда, обсуждаем не только актуальные события, но и обсуждаем гостей, которые приходят к нам в шоу. Итак, актер театра «Юного зрителя» Антон Забаровский. Привет. Привет. Я прикоснулся к иконе театра. Ты еще не сказал, что я автоблогер? Автоблогер. Антон Забаровский. Мы форды поджигаем вдруг. Беспричинно. Не слышали? Нет. Не-не, мы не слышали. Первый раз. Ну, хорошо. Антон, это реально твое поведение или актер театра в обычной жизни это обычный человек, а на сцене это совсем другой человек? Сейчас очень реально. Обычный человек. Такой актерский диапазон, не прям постарался тоже. На сцене другой абсолютно. А что там? Там маски, там меня не видно. Главная твоя роль? Слон Хортон. Кто? Слон Хортон. Слон? Ну, то есть слон. Ну, просто слон, да. Ты хобот был? Всегда со мной. Ужаск. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мы уже пленинги. Все, все будет. Вообще, в театре «Новозритель» я играю всех животных, какие есть. Вот есть слон Хортон, я играю слона. Есть ёжик в тумане, я играю заяц. Подожди, в Алисе ты играешь? В Алисе нет животных, но я стараюсь. Наведу себя как животных. Как-то выделиться. Масочки маскарадные какие-то. Если честно, мы сейчас выглядим как будто на дне рождение каком-то. Типа, а вот Антон у меня в тюзи играет. Антон, ну-ка, расскажи мне тюзи. А покажи сегодня, что ты там научился? Вот, покажи рождение сегодня. Давай, покажи. Добрак. И вот, допустим, как ты готовишься к ролям, которые играешь на сцене? Вот, допустим, ты играешь слона. Ты как, смотришь видео со слоном в Ютубе и пытаешься повторить? Я с утра в Савиеду в Роев ручей. Так. Заряжаешь атмосферой. Смотришь, что там нет слона, возвращаешься. И понимаешь, что нету откуда брать наблюдений. Вообще сложно снимать какие-то образы? Ну вот давай. Простой банальный эксперимент. Можешь сделать небольшую пародию на Александра? На каждого. На каждого Александра, который... Да, Александр первый, Александр второй. А мне как-то еще надо как-то... Не получится никуда в жизни. Я Александра мало знаю. Ну как, можно сесть просто, что вот... Ручку он как-то засовывает сюда. Просто это наблюдение уже как-то... Вот это сюда. Как-то очень так скептический настрой ко мне. Такой вы актер. Точный обзор. Так, давай теперь Алинку. Тут просто руки поменять вот так. Такие мы комики. Так, Владимир. Что-то там, что-то там. Нормально. Ну-ка. Ну и жемчужина наших коллекций. Не ты показываешь, Антон Халаток. Идеально. А уже мне показалось. Идеально. Все, ты теперь в театре. Ну что, давай посмотрим твой инстаграм. Просто... Come on. Come on. Это моя машина. Гонорар. Зарабатывать? Ну, то есть нормально зарабатывать. Ты же сейчас говорил, что актер Тюза зарабатывает очень мало. Ну это я Сосновоборский. У меня там бизнес. Он больше пяти лет. Он больше пяти лет там работает. В Красноярске мало зарабатывает. В Красноярске я актер. Сосновоборский у меня. Вот своя полянка там. Сосновоборск мой. Так же ты активно занимаешься спортом. Да. Это моя команда вот. Да. Все, кого... Они меня выигрывают. Это реально. Я с ними тренируюсь. Конечно, двое на одного-то. У девочки подача сильнее, чем у меня. Я понял. Это встреча со зрителями Театра Юного Зрителя, да? Нет. Это встреча выпускников. Просто его помотало уже. Нет. Я выбираю после спектакля. Лучшего зрителя. Еду с ними в теннис играть. Так. Ты и ты со мной сегодня поехали. Они тут поначалу плачут. Мамка не отпускается. Куда? Потом втягивается. А ты еще просто в костюме же подходишь. Эмбинированный. Мне интересно. Особенно жизнь. Театрального артиста в период пандемии. То есть, что ты делал? Как вообще выходил из этого? Нет спектакля? Что делать? У вас же нет онлайн? На камеру что-то делать? Я занимался спортом тренировался. Там же есть видео как раз про пандемию. Какое? Чуть выше. Ну что, дорогие подписчики. Всем привет. Ну что, по вашим многочисленным просьбам начинаем онлайн-тренировки с Антоном Забаровским. Ты уже мокрый? Почему? Да, я в туалете сидел до этого. Тебя облили. Это я монтирую видео отлично. Да, классно. Это второй день карантина в марте, когда закрыли театр. То есть, на второй день уже поехал. И ничего не делаем. Внимательно смотрим и повторяем за мной. Погнали! Какую роль вот ты бы хотел сыграть? В кино или в театре? Чикатило. Чикатило? Ну ее на гею сейчас забрал. Уже не успел, да? Нет, реально. Хотелось бы что-нибудь такое психологическое. Это же вообще клево. Ну такого. То есть, триллер-боевик, да? Что-то такое. Ты можешь с Копкинского сыграть. Нет, у тебя лицо не подходит. Тебе лицо даже серьезное, как будто ты сейчас засмеешься. Как будто ты улыбку сдерживаешь очень сильно. Так а маньяки такие. Да? А не улыбку сдерживаешь? Вообще мне говорил режиссурс, у меня арийская внешность. Мне надо фашистов играть ним. Есть идея фильма. Так. Представь Ачинск, пинателю женщин. Ты должен прожить это. То есть, сейчас мы собираемся на маршрутку, едем в Ачинск, пинаем пару женщин, вживаемся в роль и снимаем. Бюджет 300 рублей и колбаса. Я могу быть женщиной, мне нужен старт. Не нужен пинок. Я бы снялся, мне кажется, вообще классный фильм. Пинатель женщин. Да, да, интересно. Переживание вначале. Треллер, он обычный работяга. С боготолом. Да, днем он обычный работяга, а вечером он пинатель женщин. Он выходит на охоту. В детстве его отпинали три женщины. Ну что ж, я предлагаю наш творческий посыл немного притормозить, взять небольшую паузу, а потом мы обязательно вернемся. Это шоу «Вместо новостей», и сегодня у нас в гостях актер театра юного зрителя Антон Забаровский. Антон, мы знаем, что ты активно ведешь свои социальные сети, мы в этом убедились, и мы предлагаем тебе поучаствовать в нашей рубрике, которая называется «Контент-мейкер». Все очень просто. Есть два варианта на выбор. Выложить публикацию. Первый вариант – отметить Александра Петрова и записать видеообращение. Александр Петров, поделитесь со мной хотя бы одной ролью в кино. Хорошо. Ты дослушай второй хотя бы. Хорошо. И второй вариант – записать видео, в котором ты говоришь следующую информацию. Театр юного зрителя запускает цикл новых спектаклей, адаптированных для школьников. И дальше перечисления. «Инстасамка и очки», «Дед Мороз и Нилетто», «Дядя Федор, Пес и Тима Белорусских ищут клад». Приходите. Работать-то еще надо, наверное. Поэтому запишу, обращай. Поэтому Петрова я никогда не увижу, наверное. Может, ну давай Петрову. А у тебя номер есть? А как его Игорь зовут? Нет, не сосед. Я говорю. Здравствуйте, я Александр Петров. Меня зовут Антон Заборовский. Я малый чин. Малый чин. Все. Малый чин. Теперь понятно, как все стало. У меня малый чин. Здравствуйте, Александр Петров. Меня зовут Антон Заборовский. Я начинающий артист из Красноярска. Я очень вас прошу, пожалуйста. Извините. Извините. Ребята, у нас есть все шансы. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах Начинающий актер из Красноярска, пожалуйста, хватит сниматься во всех фильмах, дай мне хоть одну роль. Я занимался футболом, и поверь мне, про Стрельцова я знаю больше, чем ты. Хочу его сыграть. Спасибо. Почему в какой-то момент это угрозой стало? Я об этом успокоился, потому что немножко сбавил. А он показал весь свой актерский потенциал. Мило, нагло, девско, спокойно. Мы желаем тебе творческих успехов и уверены, что Оскар точно будет твой. Спасибо, друзья, и вам тоже. Всего хорошего. Это было шоу «Вместо новостей». Мы не смотрим телек, мы зависаем в интернете. До встречи. Так, очередное политическое заявление от Александра Карпухина. Сейчас вовсю запрещают аниме, а как принято в России, если что-то запрещают, то надо делать свое. Поэтому нужно сделать аниме про российскую действительность, чтобы его Юрий Быков снял. Там у всех все плохо, у главного героя ипотека, наркозависимость. Хочу, чтобы он весь сериал сражался с судебными приставами. Я понимаю, что это идеальное аниме для НТВ. Сразу после «Глухаря» крутить будут, так что все нормально. Запускаем в производство. Мне кажется, что можно, например, покемонов выпустить перед выборами, и только имена покемонов заменить на тех, кого выбирают. Словно, «Иванов, я выбираю тебя!» И бросают в урну покебол. Представьте, улица разбитых фонарей заходят и говорят, «По коням у нас глухарь», и они вот так бегут. «По коням у нас глухарь» и начинают смотреть. Можно просто нормальные русские мультики посмотреть и нет чепуху. Какие? Ну, погоди. Ну, погоди, я подумал. , губер налогом.